Полтора яйца и три грамма соли. А ты уже включил? Да. Иди расскажи, сколько соли надо. Иди расскажи. Всем привет. Сегодня к нам придут друзья в гости, и я решила приготовить салат. Салат у нас будет с рыбками. Для салата я возьму полкилограмма лиса, нужна сметанка, майонез, помидоры, два цвета паприки, два цвета паприки для того, чтобы красивый салат еще был. Вареные яйца и нужна жирная рыбка. На данный момент у меня лосось горячего копчения. Почему я говорю жирная рыбка? Жирная рыбка, она напитает рис, и это будет очень-очень вкусно. Этот салатик я знаю с детства. Его готовила моя бабушка. Ну, приступим. Для начала мы поставим варить рис, яйца, а остальные продукты нарежем. Забыла. Так, я забыла. Обязательно нужны варенованные огурчики. Теперь мы должны приступить к дорезке. Режем огурчики на маленькие дольки. Теперь будем резать на маленькие дольки помидоры. Перчик мы тоже нарежем на кубики маленькие. Ой, слюни текут, не могу рассказать. Так напахнет, ромбурс какой. Для этого салата можно брать рыбу обычную, которая вам нравится и вкусная. можно ее отварить и добавить в этот салат. Когда у меня нету никакой рыбки, тогда мы берем в консервы тунца и я добавлю ее в салат. И получается очень вкусно. Или, ну, самый, конечно, лучший вариант брать рыбу горячего копчения. Теперь нам надо разобрать рыбку на маленькие кусочки. Так. Она такая вот мягкая. Ой, не могу сказать, насколько приходится прилагать усилия, чтобы не положить кусочек в рот. Да. Что касается рыбы. Проще всего положите ту рыбку и в таком виде, который вы любите. Например, если это очень соленое или холодное копчение, она не подойдет для этого салата. Нужно будет именно жирную рыбку. Рис я сварила. Смотрите, какой. Он у меня такой рассыпчатый. В помидорах, если много сока, надо сливить его. Так. Нужем помидоры. Огурчики маринованные. Здесь у меня паприка двух цветов. Цвет нужен и для вкуса, и для красоты. Теперь мы ложим яйца. Так. И в последнюю очередь я буду выложить на последнюю рыбку. Так как у нас рыбка жирная, то я майонез разбавила сметанкой. Конечно, у моей бабушки такого майонеза не было. Она вложила сметанку и добавляла горчичку. Так. Что касается соли. Я не солила. Буду мешать, так как здесь продукты почти все готовы. и рыбка, и огурчики. Мы сначала майонез. Сначала помешаем, а потом уже и посмотрим, надо нам соль или нет. что еще нужно для этого салатика. Он должен немножко постоять. Минут 10-15. Чтобы эти все ингредиенты, они как бы впитались друг в друга. И можно подавать к сторонам. Этот салат как самостоятельное блюдо. Здесь есть и рис, и рыба, и овощи. Смело можно готовить. Очень вкусно, сытно. Вот я положила здесь тыкву. Не просто так. В следующий раз мы будем готовить деликатес из тыквы. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok